Хорошо известно, что Лев Толстой не любил позировать художником и скульптором. Иван Крамской, создавший первое живописное изображение Толстого, приложил немало усилий, чтобы уговорить писателя стать его моделью. После появления первого портрета Льва Николаевича, художники стали частыми гостями Ясной Поляны. Толстой по-прежнему не любил позировать, но уже не возражал, когда мастера наблюдали за ним во время работы и одновременно работали сами. Так было и с известным скульптором Наумом Львовичем Арансоном. В своих воспоминаниях он признавался. Еще в раннем детстве образ Толстого владел моим воображением и мало-помалу стал моим идеалом. Арансон приехал в Ясную Поляну для работы над портретом Льва Николаевича в июне 1901 года. В то время он был молод и еще малоизвестен. То, что писатель знал его работы, стало для скульптора приятной неожиданностью. Узнав о цели его приезда, Толстой не изменил себе и сообщил Арансону, что надежды его тщетны, что позировать он не будет, что он никому не позирует. Но при этом он разрешил Науму Львовичу работать вместе с ним в кабинете, который располагался тогда в нижней библиотеке. Однако это было непросто. Позднее скульптор признавался. «Я не решался шелохнуться, не желая обеспокоить творчество священного для меня ума». Увидев его смущение, Толстой все-таки согласился позировать, но не более четверти часа в день. Арансон задумал сделать работу в рост писателя, но ограничился только бюстом. Любопытно, что для работы Наум Львович использовал яснополянскую глину, и это было для него особенно важно. «Я лепил», – писал Арансон, запечатлевая его черты на той самой глине, по которой так часто ступала его нога. Свою задачу Наум Львович видел в том, чтобы представить, как Толстой мыслит. Позднее он писал. «Во время моей работы я искал его лоб, глаза и рот. Я старался изобразить голову в состоянии умственной работы, а выражение глаз имеющим непосредственную связь с умом». Видимо, своей цели скульптор все-таки достиг. Сам Лев Николаевич находил, что в бюсте преувеличена умственность. Искусствовед Владимир Шлеев писал, «Портрет Льва Николаевича Толстого работы Арансона – это импрессионистское скульптурное произведение с его текучими пластическими формами, с живой обработкой поверхности, где смело использованы эффекты светотени». Этот скульптурный портрет Толстого стал особенно популярным после выставки Арансона в залах Императорской академии художеств 1902 года. В тот же год скульптор сделал многочисленные отливки в бронзе и гипсе. «Яснополянский бюст – отливка из гипса». На поверхности работы мы видим подпись на французском языке и дату. Арансон, 1902 год. Стоит заметить, что работая в Ясной Поляне, Наум Львович Арансон заслужил признание и уважение домашних писателей. Кроме бюста Толстого, он сделал скульптурные портреты Софьи Андреевны и старшей дочери Толстых Татьяны. Однажды Татьяна Львовна сказала мастеру «Вы покорили сердце моего отца».